Сегодня, в день публикации этого видео, исполнился год с тех пор, как Россия начала полномасштабную войну против Украины. 24 февраля российские войска вторгались из территории Беларуси, куда их заранее привезли якобы на учения. И все мы помним, чем это закончилось. Выжившим россиянам, оказавшимся на Киевщине и Черниговщине, в итоге пришлось развернуться и отступить. Своим личным решением оказать помощь Путину во вторжении, Лукашенко сделал Беларусь соучастником военной агрессии. Но белорусы, как внутри страны, так и за ее пределами, не стали выражать какую-то явную поддержку человеку, против власти которого меньше двух лет назад активно протестовали. В этом видео мы расскажем, как белорусы выступали и выступают до сих пор против войны, развязанной Путиным и Лукашенко. Если для вас это безопасно, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на наш канал, так этот сюжет увидят больше людей. Наверное, в первые дни вторжения одним из самых больших разочарований для жителей Украины было то, что в России не случилось таких протестов, которые смогли бы войну остановить. Более того, как оказалось, многие россияне, наоборот, поддерживают свои власти. Почему так вышло, поговорим как-нибудь в другой раз. Это видео о Беларуси. И масштабных протестов, например, таких, как в 2020 году, после начала войны, у нас тоже не случилось. Мы недавно рассказывали, почему так происходит. Если коротко, белорусы протестовали еще слишком недавно, потерпели крупное поражение и столкнулись с таким масштабом репрессии на всех уровнях общества, с которыми Европа не сталкивалась долгие десятилетия. И на момент начала войны эти репрессии были в самом разгаре и шли уже больше года. Задерживались десятки тысяч человек, огромное количество активистов уже были в заключении. За границу от преследования силовиков вынуждены были бежать десятки тысяч. Из Беларуси были выжаты независимые СМИ. Закрыты практически все негосударственные организации. А спецслужбам, МВД и военным фактически полностью развязали руки. Но даже на этом фоне, после начала российского вторжения, в Беларуси все равно люди выходили на акции в поддержку Украины. Меньше чем за неделю силовикам удалось задержать почти тысячу человек, которых ждал не просто административный арест, а пытки и издевательства. Например, в России, в которой население в 15 раз больше, чем в Беларуси, по данным ОВД-Инфо, за тот же срок задерживали чуть больше 7,5 тысяч человек. То есть в Беларуси за антивоенные протесты в первые дни задержали вдвое больше людей по отношению к числу населения, чем в соседней России. Весной, кроме мирных уличных акций, белорусы выступали против войны и другими методами. Российские войска активно использовали железную дорогу для перемещения своих солдат и техники. И с этим у них возникли проблемы. Все из-за диверсий, которые начали случаться на железнодорожных путях в Беларуси сразу же после начала российского вторжения. В разных частях страны возле путей уничтожали релейные шкафы и устраивали короткие замыкания на рельсах. Белорусские хакеры из числа противников Лукашенко взламывали компьютерные сети железной дороги. Например, был атакован программно-аппаратный комплекс Неман, который автоматически управляет движением поездов. Без этой системы управлять движением на железной дороге можно только вручную. И, как вы понимаете, это дело не такое быстрое. Эти акции рельсовых партизан и хакеров приводили к тому, что автоматика переставала работать. И светофоры, и переводы стрелок. В результате, пока российская армия пыталась зайти в Киев, в ее тылу в Беларуси поезда с техникой, боеприпасами и топливом двигались очень медленно, со скоростью до 15-20 км в час. А в середине марта честных белорусских железнодорожников поблагодарил глава правления украинской железной дороги Александр Камышин. На сегодняшний день я могу сказать, что ЖД-сообщения между Украиной и Беларусью нет. Я не буду уточнять детали, но я благодарен белорусским железнодорожникам за то, что они делают. Такие партизанские диверсии на железной дороге продолжались до тех пор, пока российские войска не отступили с севера Украины. Силовики при этом задерживали сотрудников железной дороги и обычных белорусов. В некоторых при задержании стреляли, а троих – Олега Молчанова, Дмитрия Равича и Дениса Декуна – осудили на 21, 22 и 23 года лишения свободы. Но все это не остановило железнодорожников. Благодаря им все мы до сих пор получаем информацию о перемещении эшелонов с российской техникой, военнослужащими и боеприпасами. Они сообщали о том, что Беларусь отправляет в Россию старые танки со своих складов, а Россия намеренно возила военную технику по белорусской железной дороге туда-сюда, чтобы создать видимость подготовки к новому наступлению с севера. И эта подпольная работа все еще продолжается, несмотря на то, что причастных к ней белорусские силовики могут шантажировать, задерживая их родственников. Например, КГБ задержал 15-летнего брата администратора телеграм-канала белорусских железнодорожников Сергея Войтиховича и предлагал отпустить взамен на остановку работы. Мониторинг действий российских войск в Беларуси – это еще один подпольный способ борьбы тех, кто против войны. Обычные люди могут снимать на видео или фото перемещения военной техники и передавать их в СМИ и специальные мониторинговые группы. Например, в проект «Белорусский ГАЮН», известный сейчас далеко за пределами нашей страны и Украины. Благодаря таким действиям мы знаем о том, что делает российская авиация, откуда совершаются пуски ракет, куда и зачем двигается российская и белорусская военная техника, сколько солдат россияне приводят в Беларусь и где они тренируются. Практически все, что делает Россия в военном плане на белорусской территории, в итоге оказывается на виду, и любые скрытные военные приготовления в такой ситуации практически невозможны. И это очень сильно осложняет жизнь российским войскам, потому что куда бы ни отправились их военные, хоть на рынок за покупками, глаза повсюду. И об этом очень скоро станет всем известно. Есть и добровольцы, которые вступили в состав Вооруженных сил Украины и прямо сейчас сражаются на востоке страны. Это полк имени Костуся Калиновского, белорусский добровольческий корпус, полк погоня – все они входят в структуру Вооруженных сил Украины. Белорусы также воюют в других соединениях и напрямую в частях украинской армии. Среди них много политических и общественных активистов. Белорусы участвовали практически во всех важных операциях Российско-Украинской войны – битвах за Киев и Донбасс, обороне Мариуполя, контрнаступлении в Харьковской области, боях на юге и последовавшем за ними освобождении Херсона, а также продолжающихся сейчас боях за Бахмут. Сегодня известно о 17 белорусских добровольцах, погибших в Украине с начала полномасштабной войны, а всего с 2014 года в боях за Украину погибло как минимум 37 наших соотечественников. Такое число озвучили на марше памяти погибших за Украину белорусов, который прошел в Киеве 26 января. Если вы в Беларуси или за ее пределами, и так же, как и мы против этой войны, то за этот год вы могли испытывать самые разные эмоции. И это нормально, ведь нашу страну сделали соучастником военной агрессии люди, которые не имели права принимать такие решения. Но этот год показал, что воля белорусов противостоять войне, несмотря на угрозы, репрессии и пытки, все еще очень велика.